Очередная встреча районных властей с представителями бизнеса состоялась в здании администрации. На этот раз в конференц-зал пригласили предпринимателей, имеющих отношение к туристической отрасли. Цель вообще, мы вас приглашаем и приглашать будем, и очень хотим, что вы к нам приходили, ваши коллеги, партнеры приходили. Наша цель сегодняшняя встреча, предыдущих и последующих, чтобы вы увидели, услышали, почувствовали, поняли, что нет у нас никакой стены, нет у нас никаких барьеров административных, социальных, политических, экономических. Мы хотим, чтобы мы с вами дружили, а вы с нами дружили. И все, что от нас зависит, зависит на сегодняшний день от власти, чтобы вы нам подсказывали, указывали, где мы пробуксовываем, где мы что-то не понимаем со своей стороны. А я вас уверяю, что мы приложим максимум усилий, чтобы этих пробуксовок у вас и у нас не было. Приглашенных ознакомили с концепцией туристического кластера. В планах расширения пешеходной части некоторых улиц, Вознесенской, Карла Маркса, власти продумывают туристический маршрут, который бы начинался на вокзале и проходил через историческую часть города. Разрабатывается схема перехватывающих парковок, где гости посада смогли бы оставлять автомобили, тем самым не увеличивая транспортную нагрузку на центр города. В стадии разработки также решение проблемных моментов с парковками близ потенциальных пешеходных зон. Сейчас в рамках туристического кластера мы задумали сделать целую сеть пешеходных зон в центре. На это сейчас мы просим денег в области, в программу ТОП-10 по развитию туризма. И порядка полумиллиарда области нам планируют выделить в ближайшие два года. Высказались и предприниматели, озвучили предложения, касающиеся безопасности туристов, в частности установку ограждения на проспекте Красной Армии напротив Лавры затронули и весомые возможности привлечения туристов. Мое предложение, еще раз говорю, я говорила, что у нас именно там, когда приезжают люди в городе, у нас нет навигации два года. Люди не понимают, где можно жить, где можно есть, куда можно пойти. Это правда. Что касается каких-либо привлекательных туристических маршрутов, Я считаю, что районная администрация должна применить по максимуму свой административный ресурс. Можно даже сделать то, собственно, что не требует каких-то особых инвестиций. Давно нужно договориться строить сергию Лавры о том, чтобы был открыт проход по Фнутевсад для туристов и для жителей города. Мы, наоборот, сжали эту встречу и пригласили тех, кто реализует инвестпроект в области туризма. Поговорить о конкретных земных вещах, у кого-то что-то с газом, какие-то субсидии по газу, если есть какая-то поддержка тем, кто уже строит. Конечно, ваши вопросы системные, правильные, в отношении общего развития. Да, я думаю, что надо еле собраться и системно об этом поговорить. Предпринимателям напомнили о единой автоматизированной системе учета инвестпроектов. С ее помощью можно донести до областных властей проблемы бизнеса. Напомнили и о субсидиях для поддержки предпринимательства. Инфраструктуру субсидируют через федеральную целевую программу. Это и на зеленение, и на дорожки, и на ливневку, и вплоть до фасада. Только это нужно правильно представить документы, показать затраты, и только потом будет частичное возмещение. В прошлом году Сергий Фасад посетил и более полутора миллионов туристов. Подавляющая часть – однодневки, которые не оставались на ночь. Увеличение числа туристов, остающихся в городе больше, чем на один день, в числе приоритетных задач развития туризма в районе. Встречи властей с представителями бизнеса продолжатся. Евгений Самсонов, Евгений Шевченко. Программа «События».